Уважаемые любители моих фотографических опытов, сегодня у нас будет небольшой такой ролик, посвященный довольно сложной проблемой, проблемой выбора. Как вы знаете, выбрать между хорошим и очень хорошим очень сложно, особенно при наличии минимальных знаний. Поэтому мы сегодня посвятим некоторое внимание сравнению и смыслу существования монохромных лейк. Вот в данном случае в таком небольшом обзоре научно-художественном будут фигурировать две камеры. Лейка М1СЭР, известная камера, новая, последняя фирма Leitz. И предыдущая модель монохромная, лейка М10 монохром. Зачем это все нужно? Любой фотолюбитель скажет, зачем мне две лейки по цене небольшого самолета, когда можно взять обычную М10, М11. Еще есть несколько моделей черно-белых лейк. И спокойно снимать или более дешевыми моделями черно-белыми, или вообще превращать картинку, снятую на цветную матрицу, в черно-белые изображения. Ну, во-первых, это не эквивалент. Не эквивалент даже по матрице, потому что наличие байеровского фильтра делает как бы эту конверсию неравноценной. Дело в том, что черно-белые лейки, они, собственно говоря, с моей точки зрения, по моим проверкам черно-белых и цветных пленок, они быстрее всего подогнаны под пленочку Аква 50. То есть была такая пленка в моей, так сказать, юность в большом количестве, которая была черно-белой, ну вот, или Илфорд-Панев, была такая пленочка тоже английская. Вот спектральные характеристики матрицы, которые заточены для черно-белой монохромной лейки, видимо, как 10-е, так и 11-е, хотя 11-е я не испытывал, ничего наперед сказать не могу. Так вот, если мы посмотрим на результат картинки, то, в общем-то, как бы всем понятно, что да, действительно из черно-белой черно-белой лейку не нужно брать как бы, а достаточно использовать цветную. Вот в данном случае здесь M11. И несложными ухищрениями, тем более в программах таких как Lightroom, Photoshop, есть специальные конвертеры, имитирующие тот или иной фильтр, тот или иную, ту или иную пленку, и чего хотите, то или иной размер зерна. Кажется, имитационные приемы настолько хороши, что действительно могут убить черно-белые матрицы. Но это не так. Я в свое время посвятил некоторое внимание этому вопросу, ну, вот в этой книжке. Здесь, в этой книжке, о планах искусства фотографий, я специально сделал портрет, на, по-моему, на странице 71, 70-71, сделал специальную портретную съемку, где одного и того же человека снял, правда, не лейкой, а форматной камерой 13 на 18 сантиметров. И снял на пленку, между прочим, Fujifilm Provia 100F, и также на стеклянную пластинку компании Slavich PNF 0.263 единицы ГОСТа. Проявил все это черно-белую пленку, имею в виду микрофеном, Илфордовским, и спокойненько отпечатал. Для тех, кому интересно, тот в книжке о планах искусства фотографий сможет об этом прочесть. Смысл такой, что эквивалента, к сожалению, не получается. Даже на барабанном сканере сделаны сканирование пленки 13 на 18 сантиметров, и там же пленки черно-белой, но немножко по-другому, не на барабанном сканере, конечно, потому что стекло не гнется, а на планшетном, но тоже профессиональном для этих целей. Результат несопоставим. Почему? Потому что спектральные характеристики пленки, ее чувствительности к цвету, они очень сильно различаются. Это надо помнить. Профессионалы, работавшие в 70-80-х годах, прекрасно знают, что в зависимости от задачи мы подбирали и черно-белую пленку нужной чувствительности с нужным зерном, нужными спектральными характеристиками, и цветную пленку негативную или позитивную, в зависимости от сложности задачи. Это такой же точный инструмент, если бы у вас было с собой 10 матриц, то есть 10 камер с разными матрицами. Вы мне скажете, ну а как же там профилечек можно? Вот это вот инженерное мелкое мазурничество, оно, пожалуйста, оставьте при себе. Исходную матрицу, сколько ни луди, она останется исходной матрицей. Поэтому, скажем так, а уж при наличии цветного байеровского фильтра вообще сделать ничего нельзя существенного, хотя для любительской съемки можно только поощрять такие трансформации из цветного в черно-белую, потому что черно-белый имеет свои и достоинства, и недостатки, как, впрочем, и цвет. То есть эти камеры взаимодополняют друг друга. Ну, посмотрим, в чем разница и для чего их можно использовать. Ну, вот обычные посадки вдоль дороги. Я приостановился, посмотрел на березки. Ну, ничего не сделаешь. Березки, березки. Вот они зелененькие, цветочки, листочки только проявляются. И, конечно, вот эта яркая зелень очень хорошо работает на лейке 11 модели, М11. А черно-белая, ну, снимок, конечно, явно скучноватый. Ну, вот еще вот пара картинок, которые вы видите, они, конечно, выигрывают, особенно в цвете. Здесь вот и с березки другая посадочка. Тоже, видите, молодая зелень, хорошо видна и играет на кадр. Ну, здесь свет весной играет решающую роль. Дальше вид на карьер, сделанный объективом 135 мм. Я, кстати говоря, использовал только два объектива для этого тестирования. 35 мм с фокусным расстоянием 2, апохроматический объектив со сферическими линзами и объектив 135 мм. Они два основных рабочих, удобные. Ну, для меня и фокусное расстояние у них, так сказать, меня полностью устраивает. Поэтому, когда вы смотрите на вот такие деревья, которые только еще разбрасываются, конечно, преимущество цветной камеры М11 очевидно. Не надо ничего спорить. Намного сложнее ситуация, когда у вас композиционно хорошо выстроен сюжет. То есть, с передним планом. Ну, например, вот коряги. У вас сейчас проходят перед глазами два снимка коряк. Коряги на переднем плане, они играют на кадр. То есть, они создают, собственно говоря, акцент визуальный на картинку. Все остальное, и дорога, деревья, и даже вода работают как второстепенные компоненты снимка. И в этом случае цвет отвлекает внимание. И в черно-белом снимке центр кадра выражен существенно лучше. Но есть и более сложные случаи, когда черно-белая картинка иногда выигрышнее выглядит, чем в цвете. Ну, верба. Вот три кадра перед вами. Сначала верба в цвете, как она есть. А потом верба, снятая лейкой М10 монохром. А потом два кадра. Как видите, здесь обратная ситуация. То есть, зелень, которая видна по полю кадра, она так отвлекает, что, собственно говоря, сами кошачьи лапки теряются. Ваше внимание включено на задний план. Что, собственно говоря, не очень хорошо. Еще один кадр. Обратная ситуация. Здесь цвет распускающихся, разбрасывающихся березочек, он как раз работает на зрителя. А уберите свет, как в черно-белом кадре, и снимок, в общем-то, протухнет. Он становится неинтересным. Тем более, такие вещи, как вот, например, верхушки деревьев, которые вы видите перед собой. Конечно, без голубого неба и маленьких зелененьких листочков на это смотреть вообще невозможно. Но, тем не менее, без... Когда вы видите снимок сверху, с большого расстояния, это недалеко от Пензы, снимок сделан. Когда выстроен кадр таким образом, что передний край густо зеленый, а потом светлеет, 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 я дождался солнца. Так что у меня получилась вот такая хорошая весенняя ландшафтная картинка на расстоянии примерно километра на два-натрия. Цвет создает впечатление и настроение? Да, создает. Но вы его убираете и получаете совершенно иной кадр. Он тоже с настроением, он тоже с ощущением, как раз там есть предчувствие весны, но он не такой, скажем так, однозначный. Для людей, любящих повглядываться в вечность, это очень хорошо, поскольку он предлагает множество рассудочных решений одного и того же ландшафта. Поэтому сложные ландшафты надо трижды подумать, как и чем снимать. Ну, особенно, конечно, интересно посмотреть там, где есть световой контраст. Вот, посмотрите на достаточно сложный кадр, на котором видны белые цветочки растущих, распускающихся кустов. И рядышком, такой покрытый паразитическими животными, разочнее растениями, ствол небольшого дерева. Понятно, что в цвете у вас на передний план лезут оранжевые лишайники. А в черно-белом кадре больший акцент переводится на светлые цветочки кустарника. Выбирайте, что вам интересно и что вам нужно. То же самое происходит и с сухоцветом. Если вы снимаете сухоцвет, а на заднем плане, как в этом кадре, у вас дикая вишня, ну, кто-то выбросил в окошко автомобиля косточки, вот она прижилась и стала давать такие розоватые цветочки весной. А сухоцвет на переднем плане, конечно, вот это всё разгильдяйский цвет, который на заднем плане создаёт общий антураж, фон, он отвлекает больше от сухоцвета. Если важнее сухоцвет, то лучше черно-белая камера. Если важнее фон, то лучше, конечно, использовать цветную. В данном случае сопоставлять нечего, всё зависит от ваших задач. Однако перейдём к более затейливым сюжетам, а именно с улицей и с людьми. Вообще антропогенная съёмка, она носит свой характер. И здесь мы видим с вами замечательную картинку. Вот улица. Просто по ней ходят люди. В цвете это должно быть, иметь яркий центр, чёткий. В данном случае вот дамская попка. А если мы видим невыраженный сюжет, ну, например, как на черно-белом снимке, ничего не получается. Ну, серенький снимок, ну, почти с Авдепи. Это мало впечатляет. А вот если мы начнём снимать портреты, даже групповые, то здесь картина радикально изменится. Вот перед вами две девушки, сидящие на лавочке. Всё хорошо. И цветная камера М11 даёт прекрасное изображение. Но видите, в чём проблема? Сзади находится витрина магазина с разными одеждами. То есть платье, которое там выставлено, оно, например, красного цвета, как в данном случае. Я специально подобрал сюжет. И оно отвлекает внимание от сути, от этих девиц, собственно говоря. И вы ничего с этим сделать не можете. Вымарывать в фотошопе, ну, это как-то смешно. Поэтому, используя лейку М10, черно-белую, я получил совсем другого класса такой групповой портрет. То есть здесь уже от людей ничто не отвлекает. Посмотрите крупный, сравните рядом. Всё ясно. То есть что получается. В данном случае однозначный выигрыш со стороны монохромной камеры. Такие же вещи происходят и в магазинах. Вот я специально снял тупо манекены. Без всяких хитростей. Объективом 135 мм. Но манекены сняты цветной камерой. Собственно говоря, с них акцент слетает визуальный. Почему? Потому что, знаете, там что-то есть. Красненькое, зелёненькое и прочее. В монохромном варианте акцент чётко поставлен на манекены. Лестница. Просто в многоэтажном супермаркете мы видим, что там. Мы видим красные и жёлтые вывески, которые отвлекают внимание. Лестница привязывает взгляд к себе намного хуже. Хотя она интересна во всех отношениях. Она красивая. Это литая старинная лестница, имеющая фантастический рисунок. Но её не видно. Потому что цветные пятна, разбросанные в виде рекламных щитов, это, собственно говоря, и есть отвлекающие внимание объекты. В этом опять черно-белая камера работает лучше. Ну вот, в Саратове консерваторские собаки мои любимые. Они сидят на фасаде консерватории и как бы воют. Ну, это никакой аналогии не надо здесь считать. Ну вот, посмотрите, черно-белая и цветной снимок. Цвет тут вообще не уместен. В архитектуре, как вот в данном случае ещё снимок, крыши домов, конечно, цвет иногда очень хороший. Если у вас там гауди что-нибудь наложено, труба, например, торчащая. Я надеюсь, вы намёк поняли. Это может быть интересно, но далеко не всем. А вот архитектурные постройки, их же могут всё им перекрашивать. Зачастую черно-белое изображение выглядит и выигрышней, и интересней. Ну а теперь перейдём к тому, зачем я пришёл в консерваторию. Я, естественно, пришёл не просто так, я пришёл послушать восходящую звезду виолончельного искусства Валерия Анатольевича Фатьянова, который заканчивает как раз по классу виолончели эту консерваторию, великого мастера. Почему? Потому что этот молодой человек, оказывается, может, например, так исполнить марш Прокофьева на виолончели, что заслушаешься. Поэтому я его использовал в циничной форме, несмотря на его гениальность, для того, чтобы сделать несколько портретов обоими камерами. Значит, зал небольшой, это малый зал консерватории, вот в нём я сделал несколько портретов 135-м объективом, как одной, так и второй камерой. Что получилось, вы видите сами. Безусловно, виолончель – прекрасный инструмент, но она такая яркая и сочная, что отвлекает от самого исполнителя. Это не совсем хорошо. Поэтому часто, кстати говоря, многих исполнителей снимают именно в черновелом варианте. Личность человека, когда мы дорисовываем в своей голове его цветной образ, передаётся намного лучше черно-белой камерой. И поэтому, посмотрев на эти пару портретов, вы, в общем-то, согласитесь, я думаю, со мной, что сделать здесь ничего нельзя. И черно-белая камера, как инструмент передачи характера и настроения человека стоит дорогого. Ну, и, конечно, завершая наш небольшой обзор, я должен показать вам, как работают обе матрицы на обоих камерах против света. Ну, вот цветущая черёмуха, там, берёзки. То есть против света, конечно, работает всё очень по-разному. Ну, и очень красивый снимок, сделанный на восходящем, на рассвете. Солнце било точно в объектив. Я чуть-чуть выдвинул вот эту глубокую бленду. Для того, чтобы уж совсем избежать уничтожения изображений, сделал два кадра. И вот, посмотрите, та же самая нежная весенняя зелень, расположенная достаточно живописно в плане построения кадра. Сделанная в цвете, она, собственно говоря, не говорит ни о чём. Констатация факта. А вот в черно-белом варианте, когда пара берёзок начинают сверкать своими листочками, ну, которые располагаются чуть-чуть правее от центра кадра, создаёт совсем другое впечатление. И настроение, что крайне важно, фотографии. Тем не менее, цвет фотографии играет огромную роль. И вот в конце я вам покажу снимок, который я специально сделал, используя цветоанализатор. Посмотрите, равный плотный свет, и черно-белой камерой почти не передаётся, зато цветной передаётся блестяще. Но это просто, на самом деле, замануха, как вы понимаете. Некоторая такая профессорская хитрость, которую у меня, надеюсь, простите. Потому что со временем я надеюсь показать, как вот эти разницы, которые не видит черно-белая камера, прекрасно работают с использованием цветных фильтров с черно-белыми камерами. То есть, на самом деле, черно-белая камера – это такой инструмент, с которым можно работать почти как с черно-белой плёнкой, используя многочисленные плотные фильтры, добиваясь того, что нужно художнику, а не просто точной цветопередачи и точного соответствия образцу. Мы, в конце концов, не картина репродуцируем. Для этого есть специальные камеры и специальные приёмы. Поэтому я делаю своеобразный анонс о том, что через некоторое время я постараюсь провести параллельную работу и показать, как надо работать с черно-белыми камерами с использованием фильтров. И покажу те результаты, которые можно получить с этими прекрасными инструментами. На этом до свидания, прощаюсь с вами и хочу пожелать хорошей уже весенней и летней съёмки. Мир очень красив, когда природа в нашей средней полосе оживает. Удачи вам, хорошего настроения, вкусных шашлыков, прекрасных поездок и красивых ландшафтов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин